Дорогая Церковь! Дорогие братья и сестры! С первого стиха будем читать. «И когда приблизился к Иерусалиму, и пришли к Вифанию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченое через пророка, который говорит, «Скажите через Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу, молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел повер их. Множество же народа поселали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и поселали по дороге. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицая, восклицал Асана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Асана Вышних. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили, «Кто сей?» Народ же говорил, «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, тема моей проповеди, которая сегодня будет звучать в нашем доме молитвы, так и называется вопрос, который задавали множество людей в Иерусалиме. «Кто сей?» События, о которых мы сегодня рассуждаем, проповедуем, так много было сказано уже через стихотворение «Песнопение», через пение хора, принято называть в церкви в течение многих уже веков «Страстная неделя». То есть, эта неделя, она предшествует тем событиям, которые произойдут на этой неделе, вот это вот событие, которое мы сегодня с вами рассуждаем о торжественном въезде Иисуса Христа в Иерусалим. И этому событию евангелисты уделяют чрезвычайно важное внимание. Например, евангелист Марк третью часть своего Евангелия посвящает этим событиям, я имею в виду «Страстной недели». А евангелист Иоанн пишет половину своего Евангелия, он посвящает событиям, связанными страданиями, смертью и воскресением нашего Господа. Это указывает, какое внимание уделяли евангелисты, я говорю, всей этой неделе, всем этим событиям. Братья и сестры, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим был за пять дней до праздника Пасхи. Когда мы читаем книгу «Исход», 12 глава, там есть очень подробное описание, как праздновать Ветхозаветнюю Пасху. Ветхозаветняя Пасха праздновалась в 14-й день данного месяца, который Господь объявил. Она в 10-й день, люди должны были избрать Пасхального акца, и он должен храниться у них. И в этот день, в 14-й день, всеобщество сыновь Израилевых должно было вечером заколать Пасхального акца. Братья и сестры, события, о которых мы сегодня читаем, они как раз совпадают с тем днем, согласно Ветхозаветним событиям, когда народ израильский должен был выбирать акца однолетнего мужского пола без порока, и который должен храниться у них до дня, когда все общество сыновь Израилевых вечером должно заколать его. Братья и сестры, поэтому Христос, Агнец Божий, Агнец, приготовленный от создания мира, был явлен народу. Братья и сестры, давайте посмотрим очень кратко на приготовление к торжеству. Они очень были скромными и простыми. Здесь не было, братья и сестры, мы не видим каких-то нарядных колесниц, не играли трубы, не было белого коня, на котором обычно царь въезжал в город, не было вот этого сопровождения его охраны, войска триумфального, как это было принято. Все, что понадобилось Господу для этого события, для этого торжества, это позаимствовать молодого осла у людей, потому что у него ничего не было. И более того, этот осел, он не предназначен был для того, чтобы на нем люди ездили. Это животное было предназначено, чтобы на нем возили тяжелые грузы, для перевозки он был предназначен, потому что Лука подчеркивает о том, что никто из людей на него не садился. Братья и сестры, вы знаете, вид взрослого человека, вот на таком животном, он не представлял собой торжество, величие, как это было принято в то время, когда царь въезжал на белом коне. Его снаряжение, братья и сестры, было очень простым. Кто-то сказал так, животное, на котором ехал Христос, было ничтожным и презренным. Это было действительно так. Но это можно было компенсировать хотя бы роскошным седлом или расшитым покрывалом дорогим. Но и этого у Господа не было, поэтому ученики сняли свои одежды, постелили на этого осла, и Иисус Христос сел поверх них. Что за причины, которые побудили Христа именно так поступать, братья и сестры? Почему именно так? Мы находим ответ в тексте Писания, который мы с вами сейчас читали, в четвертом и пятом стихе. Если можно, давайте мы снова посмотрим на эти стихи. «Все же сие было, да сбудется реченое через пророка, который говорит, скажите через Сионовой, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом ослие, сыне подъяремной». Пророк Захария, который писал эти слова где-то за 500 лет до рождения Иисуса Христа, очень точно и ясно передал волю Божью своему народу. «Вот царь твой грядет к тебе». И теперь давайте посмотрим и сравним слова, которые мы сегодня уже читали, братья и сестры, слова, которые принадлежат народу израильскому. В десятом и одиннадцатом стихе, братья и сестры, мы прочитали следующие слова. «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили, кто сей?». Люди задавали вопрос, кто сей? И мы получаем ответ в лице народа израильского. Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Братья и сестры, вот в этих двух текстах Писания слова Бога через пророка Захарию и ответ народа израильского заключена вся трагедия, весь смысл этого праздника. Бог говорит своему народу, вот царь твой грядет к тебе, а народ не слышит, не узнает и не принимает этой вести, этой истины, это слово и отвечает, это Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Вы скажете, в чем трагедия? Трагедия этого события заключается в том, что народ дал неправильную оценку личности Иисуса Христа и Его служения. Это очень важно. Народ дал неправильную оценку. Весь город приходит в движение и хочет знать, кто это. Важен ли это был вопрос тогда для народа израильского? Чрезвычайно важен. Важен ли этот вопрос сегодня для людей, для церкви? Чрезвычайно важен, кто сей. Итак, царь или пророк из Назарета Галилейского? Я очень благодарен сегодня Харистам. Я очень благодарен всем, кто сегодня рассказывали стихотворения и пели. Везде, в каждом участии звучала эта правильная мысль. Это царь. Это царь. Прежде всего, нужно сказать, братья и сестры, что Христос при своей жизни имел три титула. Иисус Христос был священником по чину Мелхиседека. Иисус Христос был пророком. Иисус Христос был царем. И Он подтвердил в своей жизни и служении все эти три титула. Но между ними есть определенная разница, братья и сестры. Это нужно иметь в виду. Главное, что принадлежит Господу, Его титул, Он царь. Царь царей и Господь господствующих. Вы знаете, когда мы смотрим тексты Писания, идея о том, что придет Мессия, придет царь, который восстановит царство Израиль, его восстановит справедливость и воссядет на престоле Давидовом, она звучала на протяжении всей жизни народа израильского. Еще в глубокой древности, братья и сестры, когда Иаков, перед тем, как уйти с этой земли, помните, он приглашает своих сыновей, дает наставление, благословляет и дает, когда доходит очередь благословить и дает наставление Иуде, он говорит пророческое слово, слово о предстоящей, предстоящей Мессии. Книга Бытие, 49 глава, 10, 11 стих, он говорит такие слова, «Не отойдет скипетр Иуды, и законодатель отчресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». И 11 стих, откройте, он имеет отношение к сегодняшнему дню, «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свои и в крови одеяния его». Книга пророка Исаия, когда он говорил о приходе Иисуса Христа, он говорил такие слова, 9 глава, 6, 7 стих, «Ибо младенец родился нам, сын да нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет пределов и на престоле Давидова, и где и в царстве его». Братья и сестры, эти тексты священного писания очень ясно показывают перспективу этого младенца, кто он будет, его конечное служение, его положение, которое он займет в народе израильском и во всех народах. Когда ангел пришел с вестью к Марии, он подтвердил это пророчество о Христе словами. Евангелие от Луки, 1 глава, 32 и 33 стих. Не так давно мы говорили об этом событии, об этом празднике. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь, Бог, престол Давида, отца его. И 33 стих. И будет, обратите внимание, будет царствовать, не будет пророчествовать, не будет священно действовать. Он будет царствовать над домом Иакова вовеки, не временное явление вовеки, и царства его не будет конца. Помните, когда родился Иисус Христос в Эфилиеме, приходят волхвы или мудрецы, тоже евангелист Матфей повествует об этом, и весь Иерусалим всеживущий, и царь Ирод встревожился, пришел в движение. Знаете почему? Потому что у волхвов был один вопрос. Где родившийся кто? Где родившийся царь иудейский? Они не спрашивают, где родился пророк, где родился священник, где родился раввин. Они спрашивают очень конкретный, ясный вопрос. Где родившийся царь иудейский? Интересный ответ получает царь Ирод. Он встревожился, он собирает всех первосвященников, книжников, и задает вопрос этот, где должно родиться не царю. Он задает вопрос, где должно родиться Христу. И получает ответ очень ясный. Обратите внимание, у них не было выбора. Они дают ответ, знаете как, так написано. Не потому, что мы так думаем, так написано. Евангелие от Матфея 2 глава 6 стих. Они говорят, так написано. И ты в Эфилие, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из себя произойдет, обратите внимание, вождь. Вождь значит правитель. Вождь значит царь, который упасет народ мой Израиля. Братья и сестры, так мы видим на протяжении всего времени, начиная с книги бытия, книга пророка Исаия, книга пророка Захарии, свидетельствует о том, что родившийся в Эфилиеме владенец является царем, который сядет на престоле Давидова и будет царствовать во веки веков. Как вы думаете, для Иисуса Христа был важен этот вопрос, что думают о нем люди? Конечно, важен. И он задает однажды своим ученикам этот вопрос. Скажите, а что люди думают? За кого люди почитают? Меня, сына человеческого, 16 глава Евангелия от Матфея, эта беседа с учениками его. И помните, ученики хорошо знали, что говорили люди в народе, что думали о нем. Они говорят, отвечают, одни считают тебя за Яна Крестителя, другие за Илью, а иные за пророка Иеремию или за одного из кого? Пророков. Мы видим, что образ Мессии, образ царя не был понят, не был принят среди народа израильского. И это огорчало Господа. Это было очень серьезным. И Христос обращается, а вы за кого? Почитайте меня. И тогда Петр отвечает, ты, Христос, сын Бога живого. Иисус отвечает, блажен ты, Симон, потому что не плоти кровь тебе открыли. И это Отец мой сущий на небесах. К сожалению, братья и сестры, народ израильский не смог увидеть в Иисусе царя не только в этот день, о котором мы сегодня говорим, когда Он въезжал на простом масленке. Он не смог увидеть его и спустя несколько дней, тогда, когда Он стоял уже осужденный, осужденный. Осужденный одна из причин, которые Его обвиняли, это то, что Он делал себя, по словам, ввинителем царя, царем. И мы читаем Евангелие от Луки, 23 глава, 1 и 2 стих. Обратите внимание на эти слова. «И поднялось все множество их, и повели Его к Пилату, и начали обвинять Его». Одно из обвинений, которое Господу было представлено, было следующим. «Мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Обратите внимание, не было принято. Более того, смотрите, как народ дальше реагирует, когда Пилат пытается освободить Господа Иисуса Христа, пытается указать им на Христа, как царя. Они говорят в 15 стихе, 19 глава Иоанна, 19 глава, 15 стих. Но они закричали, «Возьми, возьми, распни Его». Пилат говорит им, «Царя ли вашего распнул?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме кесаря». Нет у нас царя, кроме кесаря. Братья и сестры, отвержение Иисуса Христа, как царя, с удивительным упрямством, ожесточением, мы встречаем до последней минуты жизни Господа Иисуса Христа этим израильским народом. Даже тогда, когда Иисус Христос висел распятым на Голговском кресте, помните, какая была надпись, которая висела, которая гласила о вине Его, за что Его распяли? Там была надпись, означающая вину Его Иисус Назарей, царь иудейский. Интересно, что первосвященников это не устраивало. Они приходят к Пилату, 19 глава Иоанна, 19 стих, и говорят Пилату, не пиши, царь иудейский, а что он говорит, я царь иудейский. Обратите внимание, почему такая принципиальность? Почему такое упрямство? Почему такое ожесточение? Не пиши! Но Пилат отвечает, что я написал, кто написал. Братья и сестры, возникает вопрос спустя эти века, которые прошли, а так ли это принципиально, чтобы Иисус Христос в день, когда Он въезжал в Иерусалим, был открыто провозглашен и принят не как пророк из Назарея, а как царь. Это очень важно, братья и сестры. Это чрезвычайно важно. Это меняет абсолютно ход истории. Это влияет на искупление, которое должно было совершиться тогда, на судьбу израильского народа, на нашу, на с вами жизнь, братья и сестры, и на всю вечность. Кстати, нужно подчеркнуть, братья и сестры, когда евангелист Лука подчеркивает и говорит об этих событиях, там есть очень небольшая группа людей, которые дают Ему правильную оценку. Это являются ученики Иисуса Христа. Те, которые правильно восприняли для себя, открыли, кто же является Иисус Христос, кто сей. И когда мы читаем этот стих, они восклицали следующие слова. «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышних». Всего лишь небольшая группа учеников, они провозгласили Его Царем. Братья и сестры, так ли это важно, чтобы Христос был провозглашен Царем? Если Он просто пророк из Назарета, то Он не сможет сесть на престоле Давида и царствовать во веки веков, как написано о Нем. Братья и сестры, если Он просто пророк из Назарета, то Пилат никогда бы не прибил эту табличку с надписей «Сей Иисус, Царь Иудейский». Если Он просто пророк из Назарета, то мы никогда бы не прочитали в книге Откровения 19 главе 16 стихом следующие слова. «На одежде и на бедре Его написано имя Царь Царей и Господь Господствующих». Братья и сестры, если Он просто пророк из Назарета, то мы никогда бы не услышали чудное пение, которое поет церковь уже на небесах, когда мы читаем в книге Откровения 5 глава, 9-10 стих. Там показывает вот этот престол 24 старца, и показан тот, кто находится там и не поют эту песнь. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью и своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Это очень важно, братья и сестры, это принципиально важно о том, что Иисус Христос провозглашен, должен был царем. Но благодарение Богу, братья и сестры, что история этого мира совершается не по желанию первосвященников и книжников, и не так, как определил это Пилат или еще какая-то группа людей. Историей мира управляет Бог. И об этом пророчески было предсказано за 500 лет пророком Захарией. Устроителем этого праздника, братья и сестры, был Бог на небесах, не римский правитель. Устроителем этого события был сам Христос, потому что Он пришел к Своим. Он пришел к погибшим овцам дома Израилева. Его сердце горело, чтобы народ израильский, спустя Его служение, сколько Он совершал Своё служение на этой земле, мог открыто принять Мессию, принять Царя. Вот почему, братья и сестры, мы видим такая реакция Иисуса Христа. Мы сегодня уже слышали, когда Он приблизился к городу, Он заплакал. Братья и сестры, эти слова заслуживают особого внимания. Это не были просто слова сентиментальные, какие-то слезы, какая-то реакция, знаете, что-то не понравилось, или, может быть, окружение, которое было, все это вызвало какое-то особое чувство. Братья и сестры, это были слезы Бога, слезы печали, слезы обожесточения сердца народа, которому Он был послан. Это очень важно. Вы знаете, в Священном Писании есть один очень важный стих, который дополняет, может быть, эту картину, дает ему особый смысл, придает. В Первом Послании Коринфянам, в Первом Послании Коринфянам, в первой главе есть такие слова, где апостол Павел говорит о том, что мы проповедуем премудрость, вторая глава, простите, вторая глава Первого Послания Коринфянам, вторая глава, седьмой стих, но проповедуем премудрость Божию тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, Братья и сестры, слова Иисуса Христа, ой, если бы ты хотя бы в сей день твой познал, что служит к миру твоему, Братья и сестры, это не просто его слова, и возникает вопрос Господи, а неужели ты не знал, что будет реакция, Братья и сестры, в этом-то и величайшая благодать и любовь, что Бог знал, что его отвергнут, и тем не менее он согласился пройти весь этот путь, тем не менее, несмотря, что Бог является с суверенным, знает, как будет история мира, как откликнутся сердце народа, он дает им шанс, и вот поэтому он плачет и говорит, если бы ты знал, и апостол Павел тоже говорит, если бы познали, то не распяли бы Господа славы, возникает вопрос, как не распяли, тогда и искупление б не совершилось, тогда и церкви не было, братья и сестры, это трудные вопросы, ответов, которых мы не находим здесь, братья и сестры, это очень сложные вопросы, я могу только сказать, что Бог управляет этим миром, и у Него множество путей для того, чтобы совершить план, который у Него есть для этого мира, искупление совершилось бы, Бог бы совершил свое дело, как бы развивалась история израильского народа, братья и сестры, я не знаю, Бог управляет этим миром, мы должны видеть, братья и сестры, что в этом событии подчеркивается этот особый момент, неприятие народа израильского, как своего царя, непознание, отвержение, благодарение Господу, братья и сестры, за то, что Господь не окончил свою работу над израильским народом, благодарение Богу, что пророк Захария, который писал вот эти слова за 500 лет до прихода в мир Иисуса Христа, у Него есть продолжение, и Он показывает, что вот этот период отвержения, Он не пришел напрасно, Господь создал церковь, открылись двери для миллиона и миллиона язычников неспасенных, которые наполняют эту церковь, и пророк Исаия говорит о том, что совершится признание народа израильского, когда Он примет Иисуса Христа как царем, и когда мы смотрим тексты Священного Писания, последняя глава, 14 глава книги пророка Захарии, 14, там есть такие слова, которые описывают о нашем Господе, 4 стих, и станут ноги его в тот день на горе Ильонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, 8, я пропускаю 8 стих, и будет тот день, живые воды потекут из Иерусалима, 9 стих, и Господь будет кем, братья и сестры, и Господь будет царем, где, в Иерусалиме, нет, над всею землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино. Братья и сестры, удивительный Бог и удивительный план. Я хотел бы сделать, чтобы мы сегодня сделали для себя вывод. В этом событии, в этом празднике открывается особая премудрость и замысел Бога. Он не ломает волю человека, он не пытается искусственно создать вот эту атмосферу, он не пытается заставить людей принять Его царя, он понимает, что в какой состоянии находится народ, в какой бездне, в каком ожесточении, и дает им возможность в тот день. Примите, примите царя. На ответ нет, Господь продолжает работать с народом израильским, с Иерусалимом, с церковью. И наступит момент, и исполнятся слова пророка Захарии, и будет Господь царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, А кто для нас является Иисус Христос? Дорогая молодежь, дорогие друзья, дорогие слушатели, а кто для меня является Иисус Христос? Учитель, пророк из Назарейский, священник, либо Он стал моим царем и Господом. От этого зависит очень много, братья и сестры. Если не царь, то можно не поклоняться. Если только пророк, то соответственные отношения к пророку, как народ израильский определил для себя. А если царь, братья и сестры, для церкви, то, что сегодня было слышно, провозглашено через пение стихотворения, то я хотел бы, братья и сестры, сегодня призвать церковь к молитве, к молитве поклонения к царю, который достоин славы. И перед нашей молитвой я хотел бы, чтобы прозвучали вот такие слова, которые записаны в книге Псалмом, 23 глава с 8 по 10 стих. Там тоже задается вопрос, кто сей? Кто сей царь славы? Задает вопрос и ответ, Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани, поднимите врата верхи ваши и поднимите с двери вечные и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, Он царь славы. Поэтому я приглашаю церковь к молитве и прославить нашего Господа, отверженного Господа, прославить и исповедать Его, как царя царей в наших молитвах. Аминь. Помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!